В школе и в институте молчат о самом главном понятии – о деньгах. Откуда они берутся, что за ними стоит, почему они всем нужны и есть ли альтернативы? Как работают и за счет чего получают доход банки? Кое-что из этого можно узнать благодаря интернету. Для официального образования эта тема – табу. А почему? Да потому что придется рассказывать, что работая в организации или на предприятии, только час затраченного времени вы работаете фактически на себя, а все остальное время – на дядю. А чтобы мотивировать вас это делать, придумывают и навязывают через рекламу всякие ненужные вещи, вроде мобилок, которые должны быть самыми модными и уж точно лучше, чем у коллеги по работе или соседа. Только представьте, сколько вас окружают вещей с абсолютно ненужными функциями. Вещи и предметы, которые вы никогда не будете использовать на полную мощность. В любом случае, не тратьте все свое время и энергию на работу. Самое главное – это вы и ваши близкие. Поберегите силы. Поверьте, что каждый получает ровно столько, сколько заслуживает. И чтобы было больше, совсем не надо рыть рогом землю. Хотя это тоже вариант. Просто старайтесь становиться лучше и заслуживать будете больше. Вот что первично. А деньги – это просто ответ мира, как отражение в зеркале. Еще одна проблема – вещизм. Совсем не важно, сколько стоит ваша куртка – 10, 100 или 1000 долларов. Главное, чтобы она была нужна и по карману, а не покупалась, чтобы кого-то удивлять. С точки зрения энергетического здоровья, привлечения внимания завистников – палка о двух концах. Различные покупки делают нас счастливыми на короткое время. Но в погоне за навязанной модой вы растрачиваете энергию впустую. Остановитесь и подумайте. То же касается автомобилей. Машина – это прежде всего транспорт. Купите то, что будет не жалко разбить или поцарапать. И уж точно не в кредит. Гонка может быть бесконечной. Когда ваша зарплата увеличивается, то ваши потребности, соответственно, тоже растут. Вы тратите дополнительные средства на аксессуары для машины, телевизор с плазменным экраном. Покупаете большой дом, ходите в дорогие рестораны. Хотя раньше вы в этом не нуждались. Таким образом, вы работаете на систему, которая существует за ваш счет. Освободитесь от финансовой суеты. Не засиживайтесь на работе допоздна. Уделяйте больше времени развитию и семье. Они уж точно вас ценят, в отличие от начальства. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...